дубль 2 дубль 2 меня видно отлично но так на чем мы там остановились значит ты приехала к этой гуэдре твоей и ты приехал куда ты приехал к ней домой ты приехала на шоу нет какой шоу это все было только для нас то есть она знала что мы приедем она приперла из самого для юна который 500 километров от гельмина то есть из пустыни она приехала для нас то есть это человек который понимает важность этого всего да 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 то есть она и живет а юли не хочу терзать вас своим звуком гай а юн для а юн есть такое место она еще 500 километров в пустыню и мы туда хотели поехать но для этого как ты правильно сказала нужно две недели потому что надо зависать а разрешение не надо пустыню нет под поскольку эта территория марокканская ну это там вообще не проблема она живет в пустыне у нее здесь квартира или как квартира или а юн это тоже город и там тоже квартира а здесь живет получается ее сын и вот она в квартире сына было получается нам организовала встречу и если дачи вали или а там там танцевала мастер-класс что ты как какая была цель вот этой встречи можно рассказать по подробнее конечно цель была все то есть со мной была видеокамера конечно снимать было плохо поскольку это было жилище вот но я уж сняла что могла называется уж в том сером цвете как там есть значит была цель научиться чтобы она все показал что знает у меня была масса вопросов завтра как переводчик получается друзья и записывал все все чтобы она не сказала все на все записала и на видео и на этот рекордер как это по-русски это называется даже не знаю но устройство записи а потом мы будем это расшифровывать и как был нормальный вид причесывать то есть я расспросила ее о традициях что как и и всякие каверзные вопросы типа того задавала что например те кто исследовал гедру это единственные были американки и европейки но сам американки они все придавали этому особый смысл этому ритуалу как бы для них это был духовный ритуал и так далее все эти мифы были развеяны развенчаны этой баркой вот было очень прикольно все это слышать но это такие уже подробности которые буду излагать там либо не знаю в книге либо где-то вот и значит она станцевала тоже для нас и потом мы с ней станцевали естественно пару раз больше она особо не могла потому что мы уже возрастная но на вид так 60 точно поэтому мы волновались чтобы она была жива там и все такое то есть лицо у нее достаточно такое молодо выглядящие и она такая совсем не в телесах поэтому трудно сказать но потом понятно стало что уже где-то так вот и тут она еще сказала что без живой музыки она отказывается работать искал можно мы пригласим мальхажи мохаммеда но мы такие за храм не позвонила говорит но это же надо отблагодарить естественно что не бесплатно поэтому все мазиги россии мира даже во франции будут спокойны и я училась у них и я им лично платила деньги лично из рук в руки все теперь ко мне никаких претензий быть не должно и мы такие груда конечно но как поедем конечно живая музыка агрид не дай бог там оркестр еще пригласят я говорю да нет поэтому она пригласила слова от этого спутника с который я всегда играл и он пришел с двумя барабанами бедра барабан из дубалем вот все нам рассказал когда меня увидел обалдел вообще что как это что это за чудо вообще сказали сразу же что я из племени сахра вы там бугия аль бугия меня сразу назвали что в племени такие же женщины живут как ты признайся что ты оттуда потом вообще пригласили с ними выступать уже даже ну потому что у меня же учитель сахара кое-что умею основной вопрос был знаешь какой что все сокрушались и не могла понять почему но почему она замужем и дум что такое ну почему замужем оказывается там хотели меня уже замуж в семье выдать я говорю так я же на восемь лет старше этого человека ты нам очень нравишься а потом эти тоже стали говорить что почему она замужем я думала к чему они а завтра потом объясняли к тому что так бы они тебя поступать бы взяли бы с ними вот виде сахара вы то есть но я считаю мне победа на конкурсе уже не нужно уже все как бы когда тебя признают в тех местах получается за своего вот назвали меня татьяна им трудно говорить естественно поэтому меня имя теперь гляна гляна почти что галю не я теперь гляна для них это в переводе с хасани переводится как как мне мама потом захар объясняла что вот есть хороший есть великолепный а есть вот превосходный это гляна совершенство ну вот вы с ней там вот совались ты сделал там все зарисовки записочки на этом и дальше покушали наверняка сто процентов после кушали конечно был тоже тоже нам предоставлен чаю мы выпили это все сначала было до начала несколько часов пустыне так просто ты не затанцуешь должно быть настроение поэтому мы создавали настроение создавали создавали потом создали но немножко она была напряжена потому что это дом не ее был вот как потом я поняла почему это потом мы значит пошли на рынок с ней она нас подсуетила в разные места сейчас секундочку сейчас я покажу хвостик один хвостик я люблю на то это настоящее для гедры ожерелье ну как сказать не с драгоценными камнями ясен пень но вот такой же у нее то есть вот специальное получается вот пошли на рынок а потом пошли мы поняли что уже мы обратно не поедем в горы ночью потому что там просто разобьемся вот и мы пошли с ней как бродяги искать нам жилье куда-то мы в какой-то министерство пытались меня паспорт спросили какие-то люди нас преследовали сказали паспорт покажите я такая чё типа но меня успокоили сказали что это окей нормально они если убьют просто тебя похоронят хотя бы под своим именем потому что это опасные регионы все то есть ради моей защиты на меня gps навели чтобы смотреть где я потому что ну иностранец как бы дело такое то есть все знают как все уже знают кто приехал особенно берберы говорит все уже на мушку взято кто откуда что у тебя лежит в сумке там и все такое ну понятно известно это конечно же уже давно давно все все знают да 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 нашли жилье получается на постой нас ее подруга которая с ней же и поет пустила вот там барка расслабилась и там опять ели пили чай полночи просто там вот шутили там зубоскали ли там и все такое было очень чудесно но и вот и там поспавши два часа поехали обратно а потом у нас получается была совершенно другая программа на среду намеченная и она тоже воплотилась несмотря на то что я дико отравилась сначала но мы подозреваем что воду мы выпили нам подмешали воду какую-нибудь дождевую вместо нормальной в кафе вот она чувствительная я чувствительная поэтому ее полоскала во вторник но это к думаю а я ничего такая ну вот и поехали значит мы полпути проехали мы ездили в тару дант вот это 100 километров до гадира тару дант немножко вверх по карте посмотри тару дант он город не такой большой что надо в другую сторону поехали короче на другую сторону более зеленую поехали в тару дант и долго ждали когда соберутся все дамы племени хуара хуара живут это не бербер это тоже арабское племя женская ассоциация то получается там женщины страшные феминистки которые там спустят любого с лестницы кто мешает не прерывая наше настроение пошел вон вот так вот и тут меня начало тошнить так и рвать что просто я там вообще думаю помру тоже нельзя ни в коем случае пить какую-то воду вообще нигде она только покупная была мы были очень осторожны поэтому в кафе не ели но видимо в тизните нас берберы накололи потому что сок был растворен или возможно кофе недоварено то есть мы очень были осторожны вот на это но я думаю что делать будем ехать и едем в тару дант заезжаем там эти крепостные стены старый город в городе ну такие запахи все меня заводят я к покажите мне где умереть кинули куда-то в комнату приехал исследователь и начали дамы собираться там и ради нас устроили этот праздник весь притащили значит женский оркестр хуарият они называются или лауният или лабад то есть были музыкальные инструменты и женщины огонь как переводится хуарият это просто из племени хуара получается вот это основной то есть группа группа получается и они именно играют на ударных вот это главная штука какие инструменты какие инструменты как на название инструментов и как много их моменты что вы тут думаете сейчас я тебе покажу а вот у меня настоящий теперь есть небольшой наверно ну как сказать сколько 30 20 сантиметров вот здесь струна натянута чтобы был звук его надо нагревать вот тарижа то есть обязательно бендир круглый такой как типа бубен получается но бендир я не привезла он огромный такой в следующий раз или доставку будем заказывать рек вот типа такого тоже со струной это основные инструменты была такая тарелочка какая-то которая металлическая звук такой тит-тит-тит-тит-тит и выдавал и дарбука даже было у одной дамы вот но это просто огонь я не знаю что это у меня видосы все сняты естественно и это особый вид танца один из самых сложных марокко по ритмике и вот они прыгают прыгают короче как эти как птицы я потом буду выкладывать видео конечно кое-какие на что похож на что похоже но как антилопы таки газели прыгающие типа такого вот там ритма ритма ногами получается марокканские да а потом так хоп-хоп-хоп-хоп под ритм прыгает так вот то есть это очень необычно то есть чего ну вот такая ритмика вот но я для чего то есть история танца этого какая-то на что-то искала ну история типа газели есть догадки что несколько историй что если с мужчиной танцуются в паре они вот тоже сожалели что нет мужчины иначе они бы меня выдали за него замуж опять же моя такая вот я нашла так сказать своих людей в россии значит никому никто не нужен ты значит замуж не берут слава богу финляндии взяли вот морока так вообще жаль поздно вот и получается что мужчина как типа змея или женщина змея по разному версии просто гласят и это как бы такое как общение между ними она его в конце убивает вот так она его так раз и за эту за горло берет ну вот типа что змею увидела газели и и как бы схватила вот такая есть история этого танца вот такой интересности с на танец и в перемешку они еще играли марокканские шаби вот когда шаби играли там жара началась я была очень убедилась что это такое то есть когда все дамы там было человек 50 молодые пожилые негритянки то есть темнокожие всякие и как начали плясать боже мой это вообще что-то чем-то было то есть вот это такая бурная радость вот это морока это подогревание подогреваешь подогреваешь и вот так вот энергия идет и на самой высокой точке она кончается энергия не теряется то есть вот это главная штука про марокканский танец слушай ну ты был опять же на выступлении ли ты была где это было вечеринка это еще для нас была организована женская вечеринка с едой а где тару дант это у них свое такое как ряд то есть такой дворик женская организация это их место вот женщины тару дант а там у них несколько женщин руководительницы главное было загира очень такая женщина кремень просто вот вот и они поддерживают культуру хуары племени хуары поддерживают инвалидов вот то есть это общественная организация очень такая мощная получается вот это чем они занимаются и для нас вот они выкатили вот это вот торжество грубо говоря и как они были рады потом значит сейчас расскажу это надо рассказать уже заканчиваем я немножко очухалась я и там все обрыгала что могла этот туалет страшный если конечно я говорю где у вас туалет откройте дверь не открывает так стыд позор просто ну там такой туалет что бельди туалет это называется дырочка такая вот вот и значит пришел глава по культуре тару дант а такой видный мужчина я к нему такая подваливаю руку пожать мне сказали под он такой тип откуда вы и это как говорю что из россии про меня говорят он такой здравствуйте как ваши дела откуда то есть явно человек в москве учился там речь метал то есть никто даже по французски не говорят а он по-русски чисто и он так как-то растрогался от всего этого по культуре он заведует что мне вот выдали приз от этого города вот за вклад так сказать имени ская хуариатское движение вот почетный почетный так сказать человек то есть отметили это было удивительно просто но этих всех 50 женщин мышь на обнимались то есть они меня заставляли танцевать там и все такое то есть это было круто несмотря на это дурацкое отравление как бы ну отлежался и вперед то есть жизнь жизнь такая вот вот но дальше что было потом мы не попали в берберский музей потому что гадир он весь получается перерыт там огромная реконструкция идет вместо этого что мы делали ну вместо этого мы пошли на свадьбу я так думаю в последний день потому что было вот эти не три а два самых важных гедра и хуариат и казалось это выполнили ездил туда на нивил или сколько или меньше всего всего лишь всего лишь на неделю то есть воскресенье до воскресенья поэтому было очень плотно и потом вот нам повезло ну понятно поход на рынок и потом нам повезло что мы попали на свадьбу и свадьба была тоже хасане сахрау и у нас буквально через два дома и свадьба была именно тех сахрау и которые раньше были ну как сказать в подчинении потому что в сахаре тоже рабство было вот очень до достаточно позднего времени вот и то есть население было темнокожие на свадьбе вот увидела как-то исполняется там конечно мне опять чуть не за не могла потому что на этой свадьбе ну все в мельхвах мельхв уже надо держать держать и не принужденного так что у тебя руки были но в то же время ты держишь и просто уже я не знала уже что уже делать просто твоя мельхва волочится по по земле фу что-то там поправляешь ты только здесь имеешь право поправить что ты там роешься ну то есть сахар меня жестко учила вот и ты сидишь там в духоте в этом шатре на голове друг у друга все пахнут и самого ты уже надушился значит весь и на свадьбе то есть тебе подходят и тебя душат еще раз воды потому что духе это все в сахаре должен хорошо пахнуть это угощение уважение гостям женщине надо дарить мельхву и духи вот это вот самое главное красота и потом с ароматизированной водой подходят и вот так тебя поливают еще чтоб тебе уже а потом предлагают поесть ну как бы после этих ароматов уже ну то есть духе это просто номер один поэтому у кого неустойчивая психика это очень сложно я не устояла мне стало плохо когда вот перед тем как мы хора попали меня завели в парфюмерный магазин просто я там понюхала и просто сразу за не могла здесь я чувствительная у меня нос какой поэтому вот это было жестко именно что духе духе как бы всегда вот это не было было с духов ты мне расскажи вот про сами танцы то есть как бы в египте у нас тут разные танцы имеются от баллади такого медленного до самого ну как баллади прогрессия в общем всякие танцы имеют вот а что там в марокко марокко и они быстрые медленные средние какие они вот по характеру танцы специфика которую нужно прежде всего понять а марокко что египет это более гомогенизированная что ли культура уже до баллади ракшарки во всем египте как бы да мы знаем а марокко не так просто это личный вывод естественно в марокко есть племена и каждое племя танцует свой танец племя хасани например сахра вы которые они не будут танцевать например регаду с севера то есть это немыслимо я еще думала почему них нет школ танца вот этих фольклоров и до меня до петра в этот раз а какой бербер захочет учить берберский танец другого бербера у него есть свое наследие потому что очень много племен и из-за этого одно дело там шаби другое дело регада джбала сахрау и и так далее вот поэтому общий танец который все арабы танцуют ну и понятно что берберы тоже многие станцуют это шаби марокканский но это шаби марокканский на что похож его можно сравнить с чем-нибудь что есть в египте он похож на шаби которые танцуются в египте но нет не совсем потому что главное там это ноги вот в египетском ты как нам говорят ты стоишь там на месте окей там можешь да и бедрами там наяривать или там что-то там показывать сто лет вот здесь это во всех танцах это очень специфическая работа ног и от них уже идет бедро то есть это грубо говоря как наши на шаги постоянно не танцуют а почему пошли гипс ну-ка самое главное текст текст они танцуют и переводят показывают текст а что происходит марокко марокканском тоже тебе текст 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 скажут ну вот например когда я шаби танцевала вот именно был момент в этом ансамбль когда женский играл началась вот эта перекличка да ему сока возьми сока но это неприлично под соком что-то имеется веду и поэтому она играет Тра-та-та-та, ты должен показать. Та-та-та-та, тра-та-та-та, та-та-та-та. Вот типа такой переклички. То есть это по тексту как бы идёт, немножко такое шутейное получается. Но такой вот мощной работы с текстом там нет, там с ритмикой работа, потому что очень много ритмических инструментов получается. Вот это вот основное. Не то это шаби. Но марокканцы категорически против этих сравнений. Вообще. Слушай, ну они там могут быть против, но мне просто вообще интересно, как это выглядит. Какой-нибудь маленький кусочек выложишь, посмотреть? Да, конечно, выложу, да. Ну вот такое вот понятие балади-танец. То есть понятие балади-бельди-балят. Балят тоже это родная страна, то же самое у них есть. Бляди. 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 Например, мы у вас или нет? В Марокко есть такой танец, похожий что-то такое на бляди? Нет, шаби. Шаби, нет. Потому что разные племена, ну как, совершенно разные культуры. Нет, подожди, а ну бейцы танцуют балади? Ну бейцы? Может быть дома танцуют? Я никогда не желаю, поэтому не знаю. Вот это то же самое, что с чего, с чего, например, с охралой станцует там какой-то другой танец, как бы. Нет, они будут танцовать в своей манере. И для них вот сейчас вот на свадьбе что было, есть, ну как Захара и мама, и я мы причитали, ну всё, танец умер, умер, традиция умерла, мы такие пришли, такие. Если в традиции там 300 лет ты там будешь медленно это делать, всё, то здесь уже был очень интересный микс. Танец был, он называется «Джагуар», «Джагуар», но не от «Джагуара», почему-то просто «Джагуар» называли. И это уже что-то быстрое, и очень сильно много движений из болиданса уже. Вот это было очень необычно. Танец вау просто классный, закрывается лицо, вот она вся в этой мелькви, и она вот такая ч-ч-ч-ч. И уже реально были, вот я как специалист уже вижу, болидансовые движения просто взяты из телевизора или ещё откуда-то, и насобачены на этот стиль получается. Танец, скажи, а что-то медленное у них вообще есть в Марокко, или у них там всё быстрое? Ну вот Сахраева — это медленное, Хасани — это медленное, Джбала — это медленно танцуется, ну шаби, да, там побыстрее-то, вот как сказать, медленное. Смотри, в связи с этим мне ещё и интересно, ну вот египтяне, то есть всё, что можно сделать сегодня, лучше отложить на завтра, да, то есть они такие, ну, всё откладывают очень, ну о чём мы говорили в первый раз, да, не хотят ничего делать, медленное всё там переносят, по 350 лет надо ждать, что вот в Марокко люди, они какие, они сразу как-то делают, или у них наоборот, они тоже так откладывают, какие взять на 350 лет назад? Не, на 350 лет назад точно не отложат, вот реально не отложат, и я такого задержек по времени таких безумных вообще не видела, но в семье вообще было всё чётко, ну, может, там на полчаса кто-нибудь там опоздает, но договорились так, значит, договорились так, этого не было таких, и обед во столько-то, значит, всё, сейчас, когда Мухаммед придёт, вот тогда и будем обедать. Вот, они более быстрый народ, если это как отражение танца, и они очень горячие, то есть это горячие самое первое, то есть на улице вождение тоже почти без правил, как в Египте, но всё горячо вот получается. Захар всё равно говорит, что мужчины очень горячие, и всё, типа такого, что и женщины в семье, как бы они феминистки там многие, на самом деле, и они такие фу, типа там, не надо нам таких горячих. Египтяне, они как бы горячие с виду, то есть я там, я мужчина, я рагель, я рагель, всё там такой, я крутой, а на самом деле, как бы дома не всегда так происходит. Но и смотри, раз в танцах у нас, какие танцы, тот же балоди, да, если ты будешь, там у них нет такого танца балоди, почему он есть в Египте, то есть что же всё откладывается из характера? Без сомнения откладывается, вот, но вот я это внутренне, мне так кажется, что я связываюсь с тем, что в Египте всё-таки искусство развивалось по такому пути, и Каир, может быть, большой город, вот это балоди, балоди. Нет, но балоди же есть практически везде в Египте, то есть это как бы отдельная тема. То есть белая голобея и всё. И не обязательно голобея, просто дома танцуют. Ну, в Марокко танцуют шаби дома. А если ты рождён, например, Бербер Суса, то ты будешь свой танец танцевать. Но уже более лёгкую версию. Если ты собравли... Ансамбли, как вот Махмудреды, которые там разный ассортимент танцев, нет этого? Вот этого вообще нет. Кто-то заикается об этом, но поскольку у них ещё жива всё-таки традиционная культура, то все могут, представители, танцевать спокойно. То есть жива традиция ещё. А вот такого, что... По регионам, да? По регионам. По регионам. Региональные группы маленькие такие, да, у них есть. Да. В каждом городе, наверное, есть какая-то своя региональная группа, а общего государственного ансамбля нету. Правильно я понимаю? Ни одного. И вообще даже не планируют. Ну вот есть там, как я когда, конечно, спрашивала много раз, мне показали пару видео, ну смешных просто, что кто-то там что-то пытается делать, причесать как бы это. Но нет. Пока ещё нет. И я только это могу связать с тем, что с очень сильными традициями. Потому что, ну сахравы, зачем ему изучать регану? Он скажет, с чего это я буду танцевать? Слушай, а ещё тут интересно, вот тем про пустыню ты говоришь. Ну ты же рассказывала, я что-то как-то не запомнила. Расскажи ещё раз про этот кусок пустыни, который они всё там прихватизировали. Да, это не любят об этом рассуждать, но вот дамы реально, мы сидели в кафе с там старейшим на побережье, с семьёй сидели, и женщины оглядывались, такие, Захар говорит, они боятся, что исламисты сейчас как бы там появятся, и что-нибудь взорвут или ещё что-нибудь. То есть люди не хотят этого всего, возврата в эту старину там и так далее. И это очень... сильно из-за того, что и конфликт идёт в марокканской Сахаре. То есть когда ты рисуешь карту, у нас в европейских источниках и в русских Марокко дано только до определённого, до определённой черты карта Марокко. А в Марокко эта карта гораздо длиннее, потому что Сахара западная это спорная территория, которая признана только там несколькими какими-то государствами. Но для Марокко это территория Марокко. И поэтому... И на официальной границе им всё равно, да? То есть они смогли читать в вашей территории и всё, и неважно. Да. И с Сахарой, которые живут, вот я жила среди Сахарой, они марокканцы, всё, идите все вон, они не хотят ничего другого. Но есть Алжир, который на эти территории претендует. То есть раньше там были испанцы, получается, и Мавритания. Мавритания отказалась от своих прав. Теперь Алжир. Алжир и Марокко это всегда вот так вот. А почему? Граница закрыта. Ну, так вот получилось, потому что эти территории тоже же делились. Например, почему танец регада, никто не может понять, то ли регада, то ли Аллауи. Это были одни и те же племена, которые после войны, там, в 30-е годы, они переселились в Алжир, получается. Это границы устанавливались, это достаточно молодые государства. И всегда Алжир там кричит, что нет, это наше наследие, Марокко говорит, наше. Вот. И сахрауи, которые со спорных территорий живут в Кудуре, там, в этом, на алжирской территории в лагерях бежен. Зачем? Ну, потому что они хотят, чтобы сахара была свободной. То есть, они как протест у них. Вот, они там уже 30 лет и даже больше живут. Там уже дети родились, уже, я не знаю, уже. Но об этом конфликте в Марокко вообще не любят говорить, потому что для них, как бы, ясно всё это наше. Но переться куда-нибудь, мы в Мавританию и через эти спорные земли это плохая идея. И даже если, например, ты из Гулимина едешь в Лааюн 500 километров, то желательно по пустыне не ехать, а самолётом лететь. Потому что очень много разбойников. Только ты на секунду остановишься, сразу подбегут, тебя могут убить, закопать. То есть, вот, ну, такая территория, это очень горячая такая. Поэтому, если мы поедем, то только самолётом, прямо в Лааюн. Слушай, ну, расскажи ещё что-нибудь интересного, что-то так специфического, такого Марокко, ну, может, какие-то байки, анекдоты, какие-то интересные штуки, да? Понятно, что здесь копать, не перекопать, это надо книги писать, это очень интересно, так вот в часовом эфире это вообще нереально всё это познать. Да можно больше часа уже тут сидеть. Да? Так как же? Нет, что-то, первый-то ладно, он уже как-то получился, видишь, каким-то образом. Он это сделает, этот часовой тогда, который вот второй, часовой. Ну, ну, да, ну, какие байки? Ну, вот, например, мне очень в семье понравилось, что байка такая, что есть, можно только с правой руки. Вот, не только всех приветствовать по правой, по правой стороне против часовой стрелки, да, получается. Ну, да. То есть, кушают марокканцы кусочком хлеба, руками. Надо пищу брать и так кушать, а все, все остатки еды прямо на стол, получается, туда выплёвываются. Так, слушай, что они едят? Вот какое у них национальное блюдо, на Веркате какое-то национальное блюдо обращает? Тажин, это самое главное, тажин, тажин, это вот это такое керамическое блюдо, получается, как такая, ну, не сковорода, конечно, она глиняная, и сверху такое, огромная крышка тоже глиняная, вот такой вот формы. И вот это прямо коптится прямо на плите, вот, чтобы там овощи и куры и всё, что там есть, они разные бывают, чтобы томилось, как бы это. Вот, и когда это всё накрывают, то ты вот должен правой рукой есть. А ты знала, что, например, ну, я не знаю, Марокко, это может, в Египте то же самое, нет леворуких детей, и левой рукой люди не пишут? Нет, не знала этого. Да, я тоже не знала, потому что Захар говорит, нет, у нас не положено, у нас сразу же отучают от левой руки. В Европе-то это как бы хоть ногой пиши, да, то есть это индивидуальность, подчёркивается, здесь сразу, нет, не смей брать хлеб левой рукой, переучивание на правую. Это мусульманская традиция и всё. Да, да, переучивание сразу на правую сторону идёт всех детей без всяких там визгов даже. Вот такая вот байка, поэтому очень важно. По поводу пищи, я сказала, что конкретно там дают покушать интересно, вот в Египте пермолухие там, да, рис, кошари там, а здесь там это самое главное. А что там интересного? Тажин, я же тебе говорю, оттажин, там овощи, что там? Он бывает овощной, с немножко мясом совсем, либо кускус, да, получается, там тоже его очень любят, это основное блюдо. И в тажин, получается, мне понравился, только из мяса был, типа говядины, вот, и там всякие фрукты даже были, ну, сушёные, получается, миш-миш, то есть абрикос, там чернослив, и всё такое. Бывают куриные, это и сахар делают здесь. Ну, а тажины, как сказать, я не то, чтобы, ну, может, я уже так безразлично ко всему, накормили, ладно, дали хлеба. Тажины, потом всякие, я не запомнила даже название, потому что я не фанат, как бы, кухни, лабаз или что-то, такие были маленькие макарошки, и там была курица похороненная, как они говорят, спрятанная там, курица в этом, во всём. Потом, значит, были баклажаны, вот как у нас на Кавказе, такие же вкуснючие, марокканский салат с помидорами и с луком, такой вот вкусный получается он был. Они делают салат, как египтяне, мелко-мелко так крошат? Да, мелко-мелко. Мелко-мелко. Достаточно мелко, но всё-таки есть, но всё-таки есть. Не как баба-гануш какой-нибудь там, типа, что там делать? Вот, и потом, естественно, очень они по хлебу, по хлебу специалисты, то есть всякие лепёшки разного вида, это обязательно они много едят. Оливки, номер один, они сами делают хозяйки, естественно. И оливковое масло, то есть жарят всё на оливковом масле и едят его, и сразу тебе подают всегда. Оливковое масло, масло обычное и масло топлёное ещё. Ну, чтобы ты не похудел, не дай бог. Топлёное, это очень опасно, хочу тебе сказать. Их топленое масло, которое в банках продаётся, вот кто хочет потолстеть, то есть это художество не может никак, но вот это надо вот просто покушать, такой рис какой-нибудь, да, на топлёном масле. Ну, они всё готовят на топлёном масле, то есть там у нас, ну, в Египте, по крайней мере, у нас, говорю, в Египте на оливковом, как-то, не знаю, неслишь, что прямо на него используют. Они используют топлёное масло больше, то есть подсолнечное, они топлёные, вот эти банки покупают, они и на нём всё готовят. То есть там ещё плавают масли просто. Я сама топлёное масло делаю, поскольку оно считается, типа, лучше всего. Ну, немножко. А там я подозреваю, что это какого-нибудь пальмовое масло, скорее всего. Ну, вот, вот. У меня очень много толстых, очень много людей болеют на Египте, потому что, ну, я не верю, что в этих банках это действительно топлёное масло сливочное. Это было бы очень дорого, очень дорого. Но у Захара такая семья, которые не верят ничему, всё готовится своими руками. Самые лучшие фрукты, там какой-то у них родственник работает, управляющим на плантации апельсиновых фруктов, получше апельсины. А, апельсиновый сок, это всё просто, номер один. Обязательно его надо пить. Вот. Обязательно любая трапеза заканчивается фруктами. Не чаем, фрукты. То есть был сезон абрикос, шикарные просто, всякие финики эти, инжир, бананы. Вот это они прямо употребляют, и мужчины, и женщины. То есть так оканчивается еда. Чай отдельно подаётся, ну, со всеми этими сладостями, но я их не очень как-то люблю. Вот. Мёд, естественно, тоже хороший, высокогорный там какой-то. Вот. Поэтому кухня богатая. На мой вкус, конечно, мне тяжеловато, чего уж там говорить. Вот эти всякие, типа, лабио, то есть всякие бобовые там. Ну, я даже их не пробую просто. Потому что я там слягу просто со своей поджелудкой. Это всё было в изобилии. Харира. Это суп. Видишь, оказывается, я всё знаю просто. Харира. Тоже показали. Такой супец. А я как раз только это на единице. Это такая. А чем? Он острый. Острый. Там не поймёшь, чем, но типа с бобовыми как бы. Я даже не стала пробовать. Ещё такая, типа, каша, но похлёбка, которая тоже типа Хариры. Вот. Типа, жутко полезная. Много яиц ещё едят. То есть постоянно. Такая лёгкая закуска получается. Как египтяне. Они тоже на пляж такие яйца разложат, там все балдистают. И давай ещё. Не знаю, почему, так они любят яйца. И я заметила, Мухаммед у нас был, он пальцем его тух-тух-тух-тух-тух-бил. В Финляндии катают, например, русские ау-ау-ау-ау. А этот вот. Слушай, привлечёмся от еды немножко, А что есть про танцы ещё? Вот так вкусно ты рассказываешь, что прям даже есть захотелось. Я тоже захотела есть. Раз уж там-то не налегала, да, не могла, а тут теперь на тебе горе какое-то. Вот. Ну что, про танцы много ж можно про танцы говорить? Очень. Самое главное. Твои выводы вот о поездке. Вот ты поедла, что вот для тебя, блин, эта поездка была? Какие выводы с этой поездки? Что ты узнала такого, вот о чём ты вообще раньше не подозревала? Может, какое-то для тебя откровение, может быть, было какое-то? Может, какое-то, не знаю, озарение? Нет, у меня самое главное было, что мои выводы оказались верны. То есть, то, что я для меня самое главное было, что я как в свою среду попала, что я думала, Боже, слава Богу, то есть, я развивалась в правильном направлении. То есть, вот это вот не подвело меня чутьё, что именно то, как я ожидала, примерно это и будет. Но тут я опять поняла, что я такая робкая вся. Вот, когда я стала с этой гедрой танцевать, все стали там орать, ну, Захара, типа, что не опуская голову вниз, это ты должна быть только так, а мне это очень сложно, потому что надо же ещё за руками следить, танцовщицы, как же я могу повторить. Они уже, то есть, думали, что я сейчас прям представлением выйду. То есть, это обучение было вживую, получается, что увидел там, то и ладно. как всё на востоке. Вот я думаю, потом видео смотрю, я руки топырю, например, на гедре, когда у меня мельхва надета, а она так как бы меньше делает. Я такая, я поняла, то есть она же мельхву руками держит, подмышками, и поэтому она вот так вот. А у меня этого нету, я такая, немножко так как бы делаю. То есть вот такие нюансы получаются. Ну и по работе рук и там кач, я прям мощный делаю, а у неё такой как бы жёсткий и очень маленький как бы кач, там специфичный танец. То есть там ещё такие слои изучают, что я даже не знаю, как к этой гедре подступиться. Плюс ещё аккомпанемент живой, то есть что с этим делать? Записей нет. Вот. Откровением было, что когда я расспросила, что это у вас как духовный танец, что это обряд или что-нибудь, такие говорят, какой обряд? Нам просто классно! И я такая... Они всё в моменте, да? Они там... Всяк-то фигуре и срага. Да, племена собрались, вот разные сахравы в одной точке на праздник. И одна лучше другой, там одна эта, другая эта. Она говорит, все вот эти падения, все вот эти раскрывания, это всё нас заставляют делать европейцы, те, которые снимают фильмы, чтобы мы более интересными казались. Говорит, у нас вообще этого нет вообще. То есть вот это было, конечно, капец. Думал, ну да, традиции, да? То есть танец, он проще, чем эти все навороты, которые нужно ради шоу-эффектов делать. Вот. Ну и то, что вот это, что я понимаю, вот это самое было крутое, когда вот это мы с Хуарият потом танцевали, и они прям вот это реально, как вот в видео показывают, они говорят, вопрос-ответ, они мне такие, вопрос задают, тра-та-та, а я такая, она мне показывает, а теперь вот так вот, типа, ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. Конечно, я ни черта не понимала, естественно, но музыкально-то я понимаю, поэтому бабы такие, типа, потом обнимались все, 50 человек же надо, типа, мы тебя не отпустим, все. То есть вот это. Так захотелось прям в Мароку, я прям даже, я, конечно, ничего практически в Мароку не понимаю, но мне так захотелось, я люблю все такое. А сколько стоит туда поехать? Дорого ли? Как там все? Ну, смотри, вот по билетам, люди и дешевле ездят, но Захар уже опытный, и нам не надо было проблем, потому что ей уже за 50, вот, поэтому мы туда-обратно, 400 евро у нас обошелся билет из Хельсинки с пересадкой в Париже и потом в Мароку. Ну, там ожидание буквально 2-3 часа было, то есть очень удобно мы съездили. Так и дешевле можно было, но стыки тогда, самолеты плохие. Но поскольку я ничего не платила за постой, ну, то я вложилась в полторы тысячи как бы со всеми покупками, с мастер-классами, то есть что я давали ему деньги, ну, что-то там на бензин там, ну, потом я, конечно, отблагодарила, вот, знаешь, вот я в моменте же тоже училась, я же не знаю, как общаться с ними, да, например, европейцу дашь денег, он обидится, там русский, я не знаю, или морду набьет, или улыбнется, и не знаешь, как быть. Да, арабы европейцы никогда не так, ааа, ммм, бакши. Да, 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 я спрашиваю, что, как было этому мужчине, льхажу дать деньги, Захара говорит, ты все же так по-арабски. Таня, ты должна так дать, чтобы он не обиделся, чтобы никто не увидел, и положи прямо в карман его дра, дра это одеяние. Я говорю, Захара, где там карман, я не вижу, вдруг я карман внизу найду, еще опозорюсь там, и я все же думала, где карман. Она говорит, проверь, я говорю, еще ширинку залезу ему, блин, с деньгами вместе. Он тоже не обидится. Я понимаю. Слушай, что был этот мужик, с которым ты фотографировалась? Он профессиональный, вот музыкант, он этой гедрой занимается, он поэт, вот, например, ты, когда с ними садишься в круг, то он тебе поэму посвящает, типа, к нам приехал, к нам приехал, Татьяна, дорогой, типа, такого, в поэтической форме, то есть, это вот это хасань, они могут переговариваться, вопрос-ответ, мужчина с женщиной, часами просто. Это похоже на Саиде, кстати, ты знаешь? На Саиде похоже, они так могут тоже делать. Ну, они садятся, и трын-трын-трын, там, и вот, ну, типа, как частушки, не частушки, то есть, они один говорит, другой отвечает, то есть, вот такая вот история, да, на юге там, где луксор. Совершенно верно. Вот это поэзия, называется, поэзия хасани, то есть, надо вот поговорить, вот это, они очень ценят это, как бы, эти рассказы, вообще просто, вот. Нет, на ходу, вот что интересно, что на ходу сочиняют. На ходу, совершенно верно, на ходу, на ходу, и мудрости, истории какие-то, и вот там было, я кусочку выложу, естественно, потом вот женщина что-то говорит, а-на-на-на-на-на, та-та-та-та-та, а-та-та-та-та, это как бы, такой поэтический, музыкальный получается, потому что из инструментов там только один барабан, и больше ничего нет. И он потом играл вот на гедре, и пели, то есть, эта гедра случается не просто под мелодию, и гедра сама танцовщица поёт, а он играет, и вокруг ещё, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да, и танцовщица ещё и поёт, и играет, это там про Аллаха, и всё такое, то есть, это такое, на наш вкус, это трансовое действие, как бы, называется. А на их вкус, это просто классно. То есть, просто хорошо так танцуем, хорошо сидим. Но я хочу сказать, даже хлопать трудно 10 минут, у тебя отваливается всё. А они прям хлопают 10 минут? Да. И хлопают ещё и дольше. и поют. А зачем? А зачем? Ну, кто ж знает, зачем? Так положено. Нельзя с наивной, надо хлопать обязательно. Да, надо хлопать. То есть, это получается ритмовидение тоже, на Востоке, это ритмовидение, то есть, одно дело, ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, барабан, это как биение сердца, а они создают, одна хлопает так, а другая хлопает, контр, как бы, между, да, то есть, одна на эти доли хлопает, а другая на эти, то есть, получается, и поют ещё. А, ну, это такое, я поняла. Да, 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 это аккомпанемент, и танцовщица, она как бы ведёт, потому что мы часами там эти гедры не делали, как бы, вот, мы делали там минут 5-7, такая она была, и она руководит, как бы, то есть, гедра убыстряется, и вот, а потом, когда она хочет уже, к завершению ближе, есть такой отрезок, хуч, аль-хуч, 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 и они начинают подхватывать, что, типа, будет до часа окончания, то есть, это взаимодействие, прежде всего. Слушай, вот, интересно, вот, в Хагалии, что же есть здесь хлопки, но там это мужская часть, как бы, женщины, они не хлопают, это у нас, почему-то, российские девчонки решили, что надо похлопать там, в Хагалии, это вообще мужская партия, а что у них, там, женщина и мужчина, да? У них, ну, как история гласит, что гедра, это одна или две женщины, из племени лучшая танцовщица, ты можешь меняться, одна гедра, потом другая сменила, играет, и оркестр, это только мужчина должно быть, но тут уже всё уже как бы, кто был, тот и хлопал, называется, а так вот мужчины, и как это выводить на сцену, то есть у меня нет никакого представления, эти все как бы нелепые наши попытки, там, ну, у нас-то и не пробовал никто этого, в общем-то, за границей пробовали уже давно, оно как бы, я вижу просто, что это вообще не то, и ни с чем, и никак, то есть смысл это всё потерян, поэтому надо выводить обязательно, чтобы кто-то играл и хлопал, ещё и пел. Слушай, ну, это надо нам в нашей русской сцене, можно сделать просто что-то такое, что у нас котируется, ну, это и не с исследователем, конечно, вот, если, например, ты сделаешь для какой-то своей группы, да, ну, то, что тебе интересно это, лично для себя, а не как бы на конкурс, да, потому что на конкурсе, во-первых, специалистов нет, никто не сможет даже понять, абсолютно нет, даже в египетском танце нет специалистов, но очень мало, вот, даже, если сделать что серьёзное, то люди просто не догонят, поэтому мы все работаем, ну, по лайту, так скажем. без вариантов, потому что я понимаю, такой опыт, ну, русских его, я думаю, не было просто, никто ещё туда не добрался, они уроки давали, конечно, но здесь, поскольку у меня есть посредник, что я могу понять, потому что она сама училась, и она сама, у неё мама гедро танцует, и потом же эта мама, 77-летняя, я же ещё у неё интервью брала, это третья была часть, про племя там вообще, ну, там такие подробности. А где ты будешь тебе подробнее всего давать? Не знаю даже, не знаю даже, прям, это личное. Ну, в смысле личное? Это где-то на курсе, там, не знаю, в книге, что ты планируешь с этой информацией делать? Это, ну, на курсе, это не так будет интересно, это такая ценная информация, потому что это надо оформлять в какую-то книгу, ну, именно с Захарой, естественно, потому что мы должны это всё перевести ещё, всё, что я записала. Ну, я всё спросила про деторождение, про как в Хасане мужчины ухаживают, про противозачаточные средства. Очень интересно. какие, какие, скажи срочно. Ну, не знаю, ну, вам скажу, ладно, я не знаю, послушайте, так и быть. Значит, женщина после того, как всё свершилось, должна быстро встать, взять камень, и в три раза стукнуть себя по голове. И что, работает? Да. Камень? Обычный камень? Да, по темени, три раза. Вот, теперь, живите с этой информацией, как хотите теперь. Я говорю, а вам помогло? Она говорит, конечно, помогло. «А как же 13 детей?» Она такая, «Ха-ха-ха-ха». «Ха-ха-ха-ха-ха». Нет, ну, если быстро встать, это понятно, а вот камнем по голове как-то иностранно. Сдаётся какая-то пневматика, и всё из тебя выходит, как бы. Интересно, слушай. Ну, так, девочки, кто попробует, пожалуйста, поделитесь потом. Это глаз народа, все там так делали, да, получается. Но с другой стороны, просто сахаровой женщиной, чем больше детей, тем она круче. То есть фертильность как бы, это тогда ты уважаемый. И насчёт того, что ты сказала, что масла не надо много есть, наоборот, ведь идеал сахаровой красоты – это пухляшка. Почему меня приглашали? Потому что я, соответственно, идеалом красоты пухляшка. Я такая, не хочу. Это, а, это я слышала, вернее, я смотрела передачу, где откармливают специально оттенжение. Да, да, да. Их же пытают, там, буквально, и мама подтвердила, что ноги зажимают в колодках, чтобы ты ела. Вот, и всё. И ещё главное, чтобы ты беленькая была. То есть я же ещё беленькая, поэтому я идеал красоты сахаровой, можно сказать. А я думаю, я там тоже буду котироваться. Конечно, конечно. Ну, что-то как-то неохота. Ты знаешь, что-то как-то неохота. Ну, честно говоря, там ничего нет, только разве что сидеть и котироваться, как бы. Ну, что там, я не знаю. Трудный край такой. Ну, наверное, как сказать, для того, чтобы понять, что и для тебя есть место где-то, что ты можешь поехать совершенно к другому народу, и там тебе скажут, а что ты хорошо выглядишь, тоже отлично, я считаю. А ты смогла бы там жить? Ну, теоретически жить можно было бы. Но это уже, если я суфьем стану. А в пустыне смогла бы жить? Ну, оно привлекает, а ты же пока не попробуешь, ты не скажешь. Ну, я думаю, что там слом сознания был бы полностью. Однозначно. Ну, там жизнь, получается, была бы дома. Нашла бы себе мужа там. И? 13 детей. Не? Ну, видишь, значит, не готова. Не, не готова. Что ж, мой муж туда не поедет, он не любит там всё. Поэтому я вот не знаю, не знаю, что тебе даже ответить, потому что я тут ответить могу только одно, что это такая предмет, который надо пробовать. Но другой бы человек в пустыне вообще не поехал бы, да? Ну, не знаю. А, посмотреть интересно. Я просто вот с Египтом тоже... Сначала у меня были одни ощущения. Вот. Я хотела, хотела. Та-та-та-та-та-та-та. И там и сям. Вот. Везде там всё исследовала. С самого дна до самого верха. Вот. Ну, почему-то мне не захотелось там жить. Хотя возможности было миллион остаться жить. Ну, как-то... Это моё, знаешь, всё-таки не моё. Хотя бы я, может быть, могла бы жить, наверное. Ну, ко всему можно привыкнуть, да? Не моё. Ну, вот не уверена. Нам говорят, что комментарии тут у нас отключены. А у меня почему-то всё открыто. Юлечка, даже не знаю. Я-то и жду комментарии. Ну, ваш комментарий вот вижу на стене. Юля спрашивает, о чём песни Гедры? Ну, это прежде всего о красоте и о Боге. То есть там все это «Алла, Алла, Алла», что о красоте природы, о том, как хорошо, что Аллах велик. То есть вот такой вот основной смысл. А с комментариями мы разберёмся. Ну, хотя вот что-то же я вижу. На самом деле интересно, да. Вот когда в Инстаграме, там совсем другое, да? Надо попробовать. Может, в Инстаграме получится в следующий раз? Ну, вот не знаю, может, получится, да. Хотя, опять же, кто выйдет смотреть, потому что не все пользуются этим, как они называют, Инстаграмом сейчас. Не, комментарии включены. Ну, я вот у себя посмотрела, что я могу их выключить наоборот даже. Так что пишите, да. И в прошлый раз я тоже видела комментарии. Да мы вообще всегда ждём комментарии. Вообще, вообще ждём, да. Вот, поэтому, ну, я говорить могу вообще бесконечно. И столько мы всего загрузили. Но я просто думаю, что мы с тобой эфир по Марокко вот этот единственный и сделаем только. А потом мы будем всё про Египет. Потому что Марокко — это другое. И весь этот полученный материал. Получается, что мы с Захарой не просто так поехали, потому что она ждала, когда придёт кто-то, кто заставит её это всё сделать. И она вот так меня выбрала на эту роль, получается, что поверила, что это возможно. Что как организатор меня увидела, и как человека, и что семья там передаёт привет. И теперь Марка пишет, что давай пусть Таня приедет в Ла-Юн. У нас, значит, в Исуэре вот сейчас проходит фестиваль Гнавы. А в октябре у нас, значит, где-то, не помню где, в Загуре, что ли, будет фестиваль Туарегов там огромный. Вот, поедем, всё. И вообще сказали, мы согласны, привези нас в Россию. Слушай, Таня, скажу, а там какие-то исследователи местные есть, какие-то книги там, они как-то сохраняют свою культуру сами? Или это вот никто этим не занимается? Всё, как вот они живут в потоке, так сказать, как живут? Или кто-то занимается культурой всё-таки? Ну вот, например, один там танцовщик, он говорит, что я исследую, но потом я смотрю на его руки и не вижу там никакой гедры, да? Ну вот он ездил куда-то. Они вроде как есть, но вот насколько ли глубоко? И если они не иностранцы, могут ли они проникнуть в этот материал? Да, может, для них это естественно? Ну, Захар говорит, что в библиотеке много всего. Ну всё ж то на Хасане, то на Арабском, то на Берберском. То есть я не знаю ещё пока, как доступ к этому сделать. Но, например, вот у меня есть фильмы все практически из-за Генини, например. Она сама марокканка и занимается съёмкой фильмов. То у неё именно материал снят. То есть там есть. Хотя по гедре у неё ничего нет, это другая культура. То есть что-то люди делают, как к этому только доступ получить, что как узнать. Мне интереснее, когда иностранец занимается, потому что мы можем оценить это с другой стороны совсем, что всю необычность этого всего. А тут в нашем случае это получается самое крутое, что это полевое исследование. Вот маму Захара никто точно не будет исследовать, кроме меня. А мы её посадили, значит, я говорю, травим эти байки теперь. И она там уже травила. И я всё записала, что мы это расшифруем, потому что это вот такой первоисточник, потому что культура устная. Но вот я так, мне показалось, что последующие поколения, вот там и дети же были, уже им неинтересны. Это мы с такими горящими глазами. Я думаю, это, Таня, возрастное. Ну да. Потому что детям вообще ничего не интересно. Русским тоже ничего не интересно до определенного возраста. То есть ты какой-то рубеж проходишь, и дальше уже у тебя другие интересы. С рождением ребёнка одни интересы, дети подросли, другие интересы. Так вот... Для них это естественно. Ну просто когда артист рождается, он уже с детства его видно. Вот как вот эта мбарка Гедра, она сбежала, потому что она хотела уже этого, ей чуть больше десяти лет было. Вот. Это такие уникумы, наверное, получаются. А так, то есть не знаю, насколько вот интересно, неинтересно самим, я так вот очереди не увидела к этим мастерам великолепным. И когда мы приехали, мы... Они сами говорили, «Боже, спасибо, что вы приехали». Вот Гедра особенно, что мы почувствовали, что мы кому-то нужны. Но это боль, конечно, чего уж там говорить. Что мы их как возродили к жизни после пандемии этой, потому что же всё, ничего не было, в Марокко всё было закрыто. И они такие прямо встрепенулись как бы. Но опять же финансовая составляющая, там, например, на 100 евро в тех можно прожить месяц, то есть еда и всё такое. То есть у них цены недорого всё, да? Ну нет, там-то для местных недорого, в общем-то. Но бензин дорогой, там всё, бензин очень дорогой. Но там по еде они разберутся, грубо говоря. Так я спрашивала, если продавец в магазине, ну, 200 евро на наш получает. Ну, как в России тоже же. Не аж, как бы, да. Учитель начинающий, 600 евро, она говорила, а очень опытные 1200. А у нас очень опытные 1200 не получают даже в России. Ну, это надо быть уже действительно очень-очень. Вот. А для артиста, то есть артисты там ведут жизнь очень бедную, это самопожертвование ради искусства. Ну, это, наверное, такие артисты, которые-то национальный танц танцу. Там были данс, как там процветает? Ну, были данс, а то у Маргариты Дарьиной спроси. Я ж не знаю. У Маргариты Дарьиной, она у нас в Марокко переехала жить, теперь живёт на танцах. А, ну, вот в нашей Маракеше выступает туристическая столица. То есть она там точно, вот с ней бы интересно было бы, да, эфир провести, как вот там вот. Тут вот в семье была тоже танцовщица, ей 31 год, и она даже в клипах тут марокканцев снимается. И она в Турции работала, и вот у неё прямо боль, что такое танцовщица, как многие люди не принимают, как трудно женщине проявляться в Марокко. Хотя в Марокко вот и женщины полицейские есть, и всё, и занимаются спортом. То есть страна такая продвинутая в этом плане, но всё равно старое поколение, что танцовщица — это всё равно ничего хорошего. Ну, так и в Египте, да в любой арабской стране. Да блин, даже у нас. У нас тоже танцовщица — это что-то такое. Ну, как бы так, да. Вот, например, в Европе уже как бы ты типа, надо же ты вот вообще, как это, что-то типа что-то такое. То есть тут другое отношение, правда. А в России немножко, да когда ты за ум-то возьмёшься? Когда ты хорошую профессию получишь? Да-да-да. И потом в итоге вот поделюсь, что я с украинцами сейчас работаю, и вот их образование мы рассматриваем. И у меня такое сочувствие, как и в России, то же самое, что они все позаканчивали какие-то магистратуры непонятных предметов, работают все они по специальности практически. И вот я думаю, да лучше танцовщицей уже быть бы было бы давить, чем пять лет мучиться, а потом никем этим не работать. Только потому что семья сказала, что так надо. Поэтому не знаю. Но мы уже всё, нас уже в оборот взяла эта культура, поэтому что же делать? Ну да, уже обратно нет дороги. Да-да-да, поэтому уж расставить. Не то, реально интересно, ты уже не можешь остановиться. То есть если бы это было бы там пять лет, и ты остановилась, нормально. Ну-ка, ты уже больше двадцати лет занимаешься, и всё глубже и глубже. Чем дальше, тем дальше интереснее. Ну да. Прожить надо. Оно идёт как по маслу. То есть я вот припёрлась кто-то там в Марокко, и мне выкачано было всё, что я хочу только. Ну вот как это воспринять, да? Какие-то женщины собирались, кто-то там в поле работал, и сказали им «быстро иди!» Они приехали. Она такая, ой, я не евшу, я не помывшусь, извините. Иди играй. Я подушусь. Ага, подушусь сейчас, я не буду вонять, да? Да-да-да. Или эта гедра откуда-то приехала вообще. То есть как они в это поверили, то есть, и это сделали. Я не знаю, поэтому я даже вот не педалировала на эти эмоции, просто почему-то так. Вот всё даётся, на тебе вот, на! Всё, что хочешь. А я даже не то, чтобы я такая сижу, ой, какая я крутая, я такая сейчас поеду там вообще. Вообще этого нет, это как кусок хлеба просто. Вот этим людям надо, чтобы я о них узнала. Я не знаю даже, что сказать. Всё, Таня, давай быстренько. И либо курс давай, либо там уже книгу пиши, но надо побыстрее-то всё. Чтобы интересно. За часа или за полтора часа не понадкусывать только так, и всё. Не, ну у нас и цель была понадкусывать, да. Опять же, курс, ты знаешь, что не так много людей, которым это интересно, на самом деле. И его ещё продать надо, как бы. Это да, самая большая проблема. Все же хотят какой-нибудь там стоить раза 3-4-5, пошёл зайчик погулять. Совершенно верно. А тут надо, так сказать, погружаться и погружаться. То есть я уже со своим опытом, вот я Захаре говорю, я не понимаю, как гедру танцовать. Вообще не понимаю. Я могу повторить, но я не понимаю. То есть это нужно настойчиво идти внутрь, получается. И никто же тебе не скажет, как так. То есть ты только можешь наблюдать, какие-то выводы делать. Вот, поэтому спасибо, что тебе было интересно. А ты честно, мне уже хорошо. Тань, почему, зачем тебе вообще-то Марокко? Вот что ты в нём нашла? Мне вообще интересно. Что там есть, чего нет в Египте? Вот с чем зацепил тебя Марокко? Мне очень интересно. Ну давай тогда про символизм поговорим, что ли. Символизм или про изюм, получается, да. Это мои чисто личные, личные, как бы, Марьева такое у меня, что Египет, он изучен, переизучен, его все танцуют. А другое дело как, я уж молчу просто об этом, да. То есть и все туда ездят, и это всё как бы доступно. А учителя уже такие, как бы, уже даже выдумывают уже что-то, чтобы только вот это продать уже, то, чего как будто бы нет. Слушай, куча регионов неизученных. Ну куча. Это другое. Ну как я после Махмуда Реды пойду что-то изучать уже? Он уже всё изучил. Он изучил свою эпоху, понимаешь? А вот сейчас уже есть тоже много чего интересного есть. Единственное, что нужно там, на подольше ездить. То есть как бы на неделю там, и весь юг захватил, ну это невозможно. Надо прямо приехать там, но без перегионов, жить там. Месяц. Месяц, понимаешь, вот так вот. Ну это минимум вообще, что можно сделать. Я понимаю. Виза, виза, разрешение там, конечно, всё сложно вот это. Но регионы-то есть ещё, которые неизученные. Ну, хорошо неизученные. Да? Это очень интересно тоже. Особенно пустынные, конечно же. Конечно. Ну, просто многое, кто занимается Египтом. Прямо скажем. Я в этой конкуренции как бы на последнем месте, да, получается. Потому что я так сильно не завела там связи как-то. Ну, была на фестивале, да, и всё. А Марокко просто, он, получается, не изучен. То есть это пища для моего ума. Вот он вообще не изучен никак. То есть смотри, ты не хотела изучать Египет, потому что там много всех уже, либо просто Марокко тебя сам выбрал каким-то образом, тебе непонятно, и тебя зацепило это? Ну, это уже так сказки немножечко как бы получается. Но марокканский характер, наверное, ещё... Ну, на первом месте, что у меня ум зацепился за то, что я не понимаю, как это танцевать. То есть это настолько отлично от египетского. Я же тоже думала, что во всех 22 арабских странах танцуют одинаково. Ну, есть какие-то стили, и характер одинаковый. А здесь я не могла понять, почему так просто делается. Метафизически, если рассуждать, то как бы мне этой... Огня этого не хватает, я не умею его выражать. Вот здесь огонь. В Египте у меня нет огня. Там какие-то всё такие кошечки такие. Вот как-то всё это, ну, как-то слишком для меня. Ну, не совсем моё. Я могу это изобразить, но как бы это... А в Марокко всё более прямо, как камнем по голове, три раза. Там энергия, он более энергетический вот такой танец получается. Там чувства горячее, как будто бы... Может быть, мне марокканки по духу более близкие, как женский тип. Такие вот как бы... Семенинские. Да-да-да, что-то типа такого, как проявление у них. Так, вот. А потом вот это просто почему-то так пошло, да. А потом, когда меня заворожило, что Захар из племени, вот у меня прямо племя, как они живут. Вот это вот у меня. Потому что в Египте племени мне живут, там уже как бы, ну, совсем по-другому. А тут вот племя, племя. И я оказалась права, потому что там это осталось ещё, всё ещё. Она модернизирована уже всё очень сильно, но всё равно есть этот дух. Дух настоящего танца вот этот вот. Не ракшарки, а вот этот вот что-то настоящее от Сахи. Как сказал один дух, ракшараки. Да-да-да, я думаю, что я просто это в русской культуре уже не могу найти ничего. Традиционности надо это очень сильно как-то в это. Где это всё? А вот здесь вот это что-то нашлось, получается. Это вот так вот. В общем, тебя горячесть зацепила, да? Горячесть танцев. Горячесть, да. Да, горячесть. Потому что, видимо, я танца так и представляла, именно что это горячо, что это вверх-вверх-вверх-вверх-вверх, и ты накапливаешь энергию и такой как взрыв, но она с тобой остаётся. Ну, слушай, ну, это нужно большая энергетика, чтобы танцевать такие танцы. Ну, нужна. Ну, вот мне хори и я сказали. А у них что-нибудь с дополнительными средствами? Ну, в Египте гашиш, а здесь есть что-то такое? Боюсь, дамы ничем не пользуются, они просто такие. А так мужчины, конечно, пользуются в каждодневной жизни, и даже гашиша им уже мало. Сахар говорит, уже надо вообще покрепче, как они ездят под воздействием энергетиков, так сказать. Как они принимают? Ну, типа гашиша, да. И, говорит, ещё таблетки сейчас есть какие-то специальные. Вот их вообще теряют полностью координацию, вообще всё. Что им пить надо? Какие таблетки? Мяту им надо успокаиваться. Там вот так же. Зачем им ещё таблетки? Им успокаиваться надо. Ну, вот так вот. Нет, а танец? Нет, женщины все, даже чаю не напившись, пляшут все. Потому что вот они все как только пошли эти ударные, вот прямо все вскочили, и скромные. Там какая-то скромность. Ну, тоже. А уж там негритянки, да вообще огонь просто. Есть вот именно такие танцовщицы, что всё просто горит у них. И вот они мне сказали, нет, ты не такая, как раньше нам привозили там всяких. Ты, говорит, спонтанная. А все мне сказали, ты горячая. Тебе только сказали, а ты уже такая, хобана, всё это так и делаем. Вот это вот им очень понравилось. А так женщина скажет, что спонтанность очень вот такая, что ты вливаешься в это, чувствуешь. Поэтому так. Слушай, ну нам уже вообще… Так, сейчас мы прочитаем. Вот Юлю, я вижу, слава Богу, комментарии. Значит, Юля, вот про жёны, которые за мужчин из другого племени, я спрашивала у Хасани, у Сахравы этот вопрос. До 60-е, 70-е нельзя было, только из племени. Только из племени. И племя — это, ну там, 100 человек женились таким образом. А потом уже 90-е, 80-е уже начали смешиваться, уже и с берберами, и с другими. То есть вот так вот. А характер главной танцовщицы — это вы имеете в виду гедра. Если о гедре, то мы танцевали друг напротив друга. И по энергии я почувствовала, что она, как бы, как сказать, добрая, что у неё энергия не такая настойчивая, не такая вот пышущая, что она нежная. Вот я сказала, что она нежная. И все сказали, да, точно, мы тоже так чувствуем о ней. Вот это вот я помню. Впечатления. А так всё вот ради искусства получается. Хорошо очень вопросы, Юля. Спасибо, что поддержали. Ну что, может быть, будем заканчивать всё-таки? Я понимаю всё. Я даже не знаю, столько вопросов. Это, конечно, в час навки никак. Ну потому что... Я так счастлива, ну, что-то съездила, теперь есть что рассказать. Потом мне лично там ещё кое-что расскажешь. Конечно, конечно. Самое главное вот это, что это живо ещё, Божие, к этому прикоснуться, да, куда иностранец как бы без посредника не зайдёт никогда, он не поймёт ничего. Это такие связи, что нужно иметь. А ведь Захара, вот так посмотришь, она очень скромный человек. Ну она горячая, конечно, очень. Она говорит, и ты тоже сильная. Вот она такая. Ну ты вот, я тебе говорю, я тебя научу, надо быть сильной, сильной. Вот это самая главная фишка как бы. И вот так посмотришь, она здесь работает, получается, медсестрой. И она такая рассказывает, ну, как бы что, ну, например, я с султаном обедала, с королём Марокко. Я говорю, а как так? Она говорит, как выдающаяся марокканка за рубежом. Меня пригласили, мне предоставили бизнес-класс, предоставили все эти наряды, кафтаны, да? И у нас был званый ужин с королём. Я говорю, как так, Захара, тебя никто не знает на Фейсбуке, русские тебя вообще не знают. А она говорит, а я не отсвечиваю. Не пишет, что она звезда, а человек такие дела делает. Мы, например, пошли вот эту семью, помощницы Гедры, и там девочка, она говорила по-английски, дочка, я с ней стала общаться. Потом выяснилось, что эту девочку в Финляндию заманивала одна аферистка, 10 тысяч евро, как бы чтобы девочка попала в Финляндию, Захара это узнала. И мы девочку как бы вывели на чистую воду. Захара, например, спасает женщину от рабства. То есть мы просто, мы думаем, что это просто какая-то танцующая марокканка, да? Они ради своей культуры, ради своего народа делают всё. Вот это вот меня просто... Я офигела, когда это узнала. А мы думаем, что это просто танцы, да, ведь? А это жизнь. Слушай, Таня, ты не думаешь о коме здесь поездку сделать, может быть, народ набрать, поехать туда? Или это массово не прокатит? Нет, прокатит, потому что Захара, ну, это с ней надо делать, она же как гид, она возит эти группы. У неё огромная из Эстонии группа ездит, постоянно причём. То есть это вполне можно сделать с последними событиями. А тут есть такой, да, есть такой, все-таки, в Эстонии группы. Я думала, ты как-то всё закрылся. И прям в пустыню попасть там, да? Можно туда попасть, куда мы были, в Гулимин можно, туда девчата навозила, то есть локации, то есть это лучший Захар, это лучший гид вообще просто. Потому что я знаю других, естественно. Вот, а я сейчас что-то сказала, вот что Захар с Султаном. Ну, не могу тебе сказать, но мне кажется, в тысячу как-то можно уложиться будет. Ну, единственное, билеты. Не, в тысячу точно, наверное, можно уложиться будет. Но тысяча-то без билетов, естественно, это правильно понимаешь? Без билетов, да. Ну, тут перелёт подороже, хотя в Египет тоже как бы дорого получается. То есть Захар это делает, я расшифровала, почему, я не могла понять, потому что многие на этом зарабатывают, организаторы. И я поняла, что Захар это делает, чтобы поддержать свою культуру. То есть вот мы поедем, мы поехали к этим артистам, и мы, получается, их поддержали. Мы дали им денег, мы дали им вот этого признания. Они могут жить и дальше развиваться. И Захар сказал, я права? Он говорит, да, ты права. То есть это для этого делается, а не чтобы там на нас деньги заработать. Это вот всё, чтобы этот вот нетворкинг работал, чтобы артисты жили. Вот так люди любят свою страну. В любом случае мы хотим что-то, люди тоже, мы друг другу полезны. Кто-то лечит, кто-то учит, кто-то танцует, кто-то поёт. Совершенно верно. И мы также нужны, то есть мы нужны марокканским артистам, и египетским артистам мы нужны. То есть не надо нас хаять, иначе это всё, ну кто, ну кому это? Студенты все иностранцы. Вот. А для местных эти артисты — это конкуренты, естественно, там и Кидалова, и всё это есть. Вот. Поэтому, ну как, дай Бог, когда это у нас тут откроется. Но нетворкинг есть для этого, как бы отличный. Но надо, чтобы все вели себя, как будет сказано. Это лучше всего. По-клубке Словени, так сказать. Да-да-да, не так, чтобы там, как некоторые напиваются, потом падают, ноги ломают, вот, и всё такое. Достаточно просто выпить из местной воды, напиваться не надо. Да-да-да, это точно. Поэтому, если вот так вот, то это так. И вот я про Захару сказала, что она у султана такая, это на обеде было, с Иваном, а я такая думаю, и я буду тоже, поеду к королю. Всё, решено. Как человек, который внизу в чай. А? Поехали вместе к королю. Скажем, вот видите, я изучаю вашу культуру, давайте я вам гидру станцую. Хотите, что хотите, станцую. Хоть это, хоть то. Вот, потому что король нынешний, он очень широких взглядов. Вот, он сам как бы модерновый такой, поэтому, как знать, приз уже вручили, вот, будем собирать призы за культуру. Ну всё, теперь только. У нас загорелось, теперь я так хочу в пустыню. Да, я помню, Захариной маме что-то говоришь такое, такое, она такая, ну то есть, вот это всё танцевальное, так близко у неё, вот этот, как Хасане заботятся о себе, как она красоту наводит, мы там это, ушами хлопаем, сидим Захарой, а бабушка такая уже на свадьбу идти, бабушка уже хенну сделала, перебрала все свои, значит, наряды, мельхву перемерила уже. 77 лет. Ну так, у неё будет много заняться, понимаешь, ей же не надо писать эссе какие-нибудь. Ну да. Бабушка только наряжается. Мои бабушки не наряжались, им тоже было нечего делать. А тут вот это, она говорит, что с детства женщина должна быть красивой, уметь это всё делать. Там она мне рассказала, как эпиляцию делали, как она всё, должна всё это выглядеть. Как замешивали карамельку, 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 и тыс, и тыс, всё, надо выглядеть всегда. Да, но когда у женщин, а ноги можно оставлять волосатыми. Почему? Потому что это темперамент женщины. То есть понимаешь, когда всё намёки, всё там, там ты то, что показал, и уже все такие, ага, уже сделали вывод. Не надо словами говорить, ничего. Ну, когда есть традиция, уже все и так читают, считывают. То есть, всё, всё, всё читают. Всё, а что-то обозначает? Ну вот, что-что обозначает. Все на лице, все на руках, то есть всё это, они сразу считывают, замужем, не замужем, женат, холост, не знаю, и всё такое. Сколько детей там, всё уже, как бы, есть в одежде. Совершенно верно. Так ты сидишь, как ты сидишь, ну прям, мне говорят, Таня, ну ты попала в дом Хасани, ты чё ноги расставила, как берберка? Ну-ка, собери копыта. И ручки вот так сложи, вот так сядь бочком. Видишь, Мухаммед в комнате? Сиди прилично, ноги не показывай. И они так, всё, вот Мухаммед сидит, да, там в растопырку, как может, а женщины всё-таки, сёстры, но все. Ну, слушай, у них тоже же считается, да, что вот эти вот части, вот эти, и на щиколоте, косточки, и вот эти косточки даже очень считаются сексуальны, и у них что, многие скрываются? Ну, про косточки не знаю, сейчас модерну очень сильно, что хочешь носить, вот, но с охралой она вся закрыта, то есть, и головы закрыта. Никакие ноги не должны торчать нигде. Ты видео выставляла, там ноги показываются, как пляшут? Ну, немножко, я имею в виду, но вот три четверти такой рукавчик должен быть, вот у них, и тут всё красиво. Понятно. И вся такая длинненькая. Да, то есть, всё, всё, всё это, это как с одной стороны игра, а с другой стороны люди в этом живут. И нам это, как в танце, ты начинаешь понимать, к чему это всё. Естественно. Вот. Так, давай посмотрим. Это мы с тобой вообще просто у нас такой эфир. вообще, получается. Ну, вот, слава Аллаху, что есть интернет, иначе так бы, вот так бы, как бы мы об этом узнали, да, вообще. Мне так приятно, что тебе интересно, видишь, я тут защебетала. Я люблю все пустыни, поэтому мне всё интересно. Да. Вот. И я думаю, что развлечём и людей, вот, такой инсайт в эту, так сказать, пустыню, что, если там жизнь, как там люди живут, так вот. Нормально. Вот, я думаю, что больше всего. Да, и марокканки, и марокканки очень хорошие хозяйки. То есть, про кухню, про организацию хозяйства я просто молчу. Вот, ты что-то пожелал, на завтра уже там всё сделано, да, уже всё сделано. Значит, а что тебе плохо, значит, я говорю, куриного супа мне, вот, такого мне, вот, не могу ваш тажин есть, куриного супа мне. Какого куриного супа? А что туда входит? И уже инструкции уже переданы на основную кухню и уже выносят тебе куриный суп. Да вот как так получается? Причём из настоящей курицы. Ой, курица была восторг, потому что в одном из домов курицы высиживают яйца. Там же, ну, насчёт натуральности продуктов вообще просто, семья просто... Я была так удивлена, когда мы в Каире тоже, когда жили, просто, ну, ты можешь пойти в магазин и купить замороженную курицу, а можешь пойти на улицу найти мужика, который торгует индюками, курицами, а он тебе сразу чик-чирик, будет за себя жариться. Только так. в Каире, понимаешь? Да, да, да. Это типа в городе Пскове там или в Москве ты найдёшь где-нибудь на базаре, что тебе курицу живую продавали. Такого в жизни нету. А там, 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 да, 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 да. Это чувак, который продавит всех живых куриц. И там бульон, конечно, вообще не сравнить с нашим. Да, я думала, я обычно от такого супа тоже бы померла, а тут вот прекрасно, хотя там курятины было. Ну, там, допустим, ты говоришь там, ну, вот как я уезжала, когда, муаля, моя одна из сестёр такая принесла оську апельсина, возьми с собой. Я говорю, ну, мы же не можем кучать. Я говорю, вах, да, ну, дайте мне один, ладно. То есть всё время немножко перекусить, то есть мечется на стол просто, потому что гость — это всё. И свежайшие продукты. То есть, Мохаммед, ты купил апельсин? Нет этих, как их, не мандаринов, как они называются? Апельсины, а это абрикосы, потому что сезон. Мохаммед сказал, всё они такие, только у одного такие, вот мы только к нему пойдём, вот, чтобы прям отгорные были. Вот это вот качество, качество у них самое главное. Апельсины лучшие, фрукты лучшие. И вот эта кухня работает бесперебойно просто. И невестка младшая, как совраска бегает реально, я никогда этого не видела. То есть, ну, поди принесетом, вы же, бля. У них прям какой-то культ еды, я даже не знаю, почему. У них культ еды, у нас такого нету. Просто вот эти корзиночки висят, и каждое утро я слышу, ай-ш-ш-ш, что-то ездят, хлеб свежий с печки продают. Тут же сразу, телега тут же сорвали, уже прям с утра, гружёное, то, что уже только что из земли высунули, что-то они продают, там помидоры, зелень, всё, всё на свежайшее. Мята там, вот такими прям кусками, ну, как вот у тебя в твоём видео, так же. То есть, там, обязательно, они же мяту не только в чай кладут, они же там и с лимоном её взбивают, и по-всякому. Культ еды, да, ты совершенно права, и домашнего хозяйства, и домашнего хозяйства, вот поскольку там женщины в доме живут. И вот это, да, забыла ещё сказать тебе, что вот эта фишка, главное, что я никогда не была в женском сообществе, в таком. Конкурсы я не имею в виду, на наших конкурсах, как общипанная курица приезжаешь, что тебе там, типа, чё ты тут стоишь, вот эта конкурентка, или вообще мурлоты какой-то, а мы тут, вот такие эмоции, как бы, да, или, но мы победили, там, не умерли, так победили, ничего. А здесь вот это женское сообщество, и у каждой есть своё место. Вот это меня просто поразило. И вот это везде бабы, вот это вот. Я сижу в комнате 10 тёток, и все сидят рядом со мной. И вот это женское, да, вот как они там, одна так, другая так. Я прямо офигела от этого. То есть я не... Ты не устала от этого? Потому что, когда вот в Египте собираются, такое сообщество, я это называла курятник. Потому что там все, вот это всё, и так, ну, я уже через полчаса уже не могу. Я хочу скрыться куда-нибудь подальше. Оно было скрыться, но мне было комфортно, я могу сказать. То есть я могла сидеть и просто тупить. То есть меня не доставали абсолютно. и вот там вот в этом, когда на Хуариат и ходили, там 50 женщин было. все там махали, что-то там, это всё. Но это была вот эта созидательная женская энергия, обмарок, она вот такая вот крепкая, такая женская энергия какая-то, ну, чистая, нечистая, не знаю, как даже сказать. Ну, какое-то удивительное это переживание было. Вот это я не ожидала. И этого хочется именно женского, вот такой, в женской этой половине есть смысл. Короче говоря, ой, я же ещё не рассказала, я в хамаме была. Плохо у нас. Да, расскажи обязательно. Была краткая, краткая программа, потому что завтра стало плохо, иначе я тогда не знаю бы, что бы со мной было, если бы она пошла. На какой день, Тань? В среду мы были в хамаме, нет, во вторник мы были в хамаме, сразу же, на второй день, потому что хамам был забронирован, и мама 77-летняя всегда ходит в хамам, каждую неделю. Прикольно, классно, молодец. Вообще, значит, ну я уже завтра подготовлена была, я знаю, что там будут драть тебе кожу. Заходим такие, ну красиво, хамам такой для местных, и нам были выданы банщицы, банщицы, то есть люди работают с 6 утра до 9 вечера, парят людей, вот это работа вообще. Мне была выдана такая, аиша, такая зверь, такой же ходит ко мне-то какие. Содрали тебе кожу, нет? Нет. Вот, кидают меня куда-то там, два ведра, значит, сиди сначала, потом тебя, бельди, тема, сабуна, бельди, бельди, то есть вот этим их мылом, всё тело намыливают, там некоторое время сидишь, впитываешь это, и потом вот эта мочалка на руку, которая, тебя прямо штукатурят все места, и она сидит рядом с тобой, без лифчика, в трусах. Вот у меня, ну, надеюсь, на женщину слушают, хотя там заметила, мужчин, конечно, тоже, прям не знаю даже. Мне было настолько необычно, что женщина так близко, и тебя моет. То есть, массажистка, окей, но она же не в трусах, да, вот всё, вот это вот, голая практически. Что мы там, мужчины смотрели? В Хамаме, прям там же, где женщина? Нет, нет, я имею в виду, сейчас нас, мужчины смотрят. В Хамаме, то, конечно, одни женщины. Хотя там, я подозревала, что я не смущу, потому что я слышу, там, оказался, это такой голос у женщины. Ну вот, и вот это она тебя моет, получается, всё это делает, и я вот как бы так, как воробей такой, типа. Почему-то я растерялась от этого, вот этой женской контактности нет вообще, а ты бы как себя чувствовала? Не знаю. А очень необычно. Это было бы непривычно, но я с таким даже не сталкивалась, честно. Так я говорю, я опишу вопрос, от этого, я подозревала, что так будет, ну просто так подробно, просто у тебя, и на разворот, и вот так вот. И такие, это называется процедура, они снимают старую кожу. Они вот всегда так моются, вот мне всё, я купила, мне мочалки, всё, вот есть опять, мыло это Бельди. Вот, и я сначала думала, ну у меня кожа раздражающаяся, что будет раздражение, но через пару дней, блин, такая хорошая кожа была. То есть реально вот штука работает. Вот, поэтому вот Аиша, конечно, ну и вот это женское, ты, я понимаю, когда про женщин на Востоке рассказываешь, что она вписана в женское сообщество, это её как бы сила. То есть мы-то думаем, что это ограничение, да, вот, а это наоборот, что ты можешь с женщинами общаться, танцевать с ними, там, орать и всё что угодно. Ты можешь вообще всё что угодно делать, как бы, среди женщин. Хоть козлом. Но мужики всё равно не поймут тебя, как женщина поймёт, потому что мы всё-таки энергетически по-другому устроены. То есть с мужиками легко по работе что-то делать, да, а вот именно донести свои мысли тебя никто, кроме женщин, не поймёт. То есть мужчина не может, он однозадачный, и он не может понять вот это всё. А женщина, она у нас полуслова понимает. Да, и вот это было, что я думал, что это ограничение, что типа там мужской, но вот когда они говорили, там, ноги не топырят, что Мухаммед здесь, я думала сначала, типа, ну, я рассуждаю, я уже всё равно, я так рассуждаю, умею, что типа, вот, мне всё равно, в общем-то. С другой стороны, я как-то думаю, а что-то в этом есть. Этому Мухаммеда как бы типа, фу, иди тут женская сейчас уже как бы. И вот эти, и все обнимаются, дети же вот это обнимаются. Как там к этим девочкам устраивают вот это, и Мухаммед этот, и другой мужчина, вот обнимают их, вот прям они и такие красивые, вот чтобы девочке дать вот эту женскую уверенность как бы в этом. Слушай, ну там вот на Востоке везде-то, потому что они настолько любят детей, это что-то вот, мне это всегда удивляло, вдохновляло, я была, ну, сначала удивлена просто, там все любые чужие, они так любят детей, они тех детей любых, любых вообще, и поговорят, и угостят, и накормят, не знаю, и играют, причём, ну все, ну просто чужие на улице. Я когда с Амира была в Египте, то есть я приходила в магазин, и мне было кайф, Амира там по всем рукам, короче, протащит там, подарков надарит, а я, понимаешь, там днями таскаешь её там, или где-то, ходишь с ней, устаёшь, правильно? А тут, понимаешь, ты осталась в магазин, и пока ты ходишь там, час-два можешь ходить, это, сто процентов, ребёнок вообще никуда, и никто его не украдёт, ничего, все будут с ним играться там, вообще круто, у нас такого вообще нету, вообще, даже блин. Это очень важно. Да, ты права, и так это я думала. Я думала, что насколько это важно для девочки, боже, чтобы у неё уверенность это в себе, хотя бы женская была. И хочется, и прямо, и я тоже, и с этой Амирой там тоже, и подарки ей дарю, и что-то хочется это делать, потому что она всё целуется, обнимается. Я как-то, ну ты начинаешь в это, ты начинаешь более, со своим телом ты начинаешь дружить, как бы, ты перестаёшь его как этот объект воспринимать, ты вот в этом женском растворяешься, вот это было необычное чувство. Ты себя больше начинаешь принимать, как ты есть, что тебе есть место среди женщин. У нас в бэлли-дансе тебе нет места, ты конкурентка. Это не в бэлли-дансе, это вообще в женском сообществе в России. Там вот все женщины, сейчас, понимаешь, вот сейчас поняла, вот мы начали эту тему затрагивать, почему такие женщины наглые, ну, в том же Египте, я же про Египет больше знаю, они просто все наглые. Ну, я думаю, почему они такие наглые? То есть они вообще никого, ничего не боятся. То есть они вот с детства, они настолько уверенные к себе, вот причём любые, кривые, косые, там всякие разные. Вот, наверное, причина в этом. Потому что там нет совсем такое отношение, не как у нас в России. То есть не будет, вот здесь у тебя отца нет, то есть твой отец, это вокруг улицы, потому что везде есть мужики, да, и везде с тобой, ну, как бы, они заменяют тебя. Все. Я в семье думала, я вообще запуталась, я думала, Мухаммед, отец этих троих детей. Нет, это его брат, они просто его обожают. А что-то, а это, оказывается, её дочка, которую усыновили в семье же. Я просто офигела от этого, от этой лёгкости, как бы, вот этого. И я подумала, что в этом корень всё-таки, что дают детям до определённого возраста вот это всё. А потом они должны очень быстро повзрослеть. И даже на Кавказе разговаривала, что ты с 12 лет уже, как бы, когда уже становишься более взрослой, ты уже зрелой должна быть, ты уже вообще должна всё понимать. Вот это вот, как бы, и взрослость одновременно, и в то же время такое детство, да. И вот как там... У мусульманных девочек начинается взрослых с приходом месячных. То есть до того, как ты у тебя, как бы, пока ты ребёнок, да, ты танцуй, ты реши на столе, делай что хочешь, как только, сразу. Конечно. Ну, как нам бабушка объяснила, всё. Смедание. Можно жить. Можно жить. Ну, вот это, как конфиденциальность. Конечно, разные характеры и всё такое, но я, поскольку у меня это вообще отсутствует, это понимание и опыт такой, то я понимаю, что я потеряла. И потом этих девчонок там устроили им импровизированный день рождения, а каждая нацепила своё платье, с крылышками, кто с валанами, и вот прям такие красивые там, и вот они прямо... И уже вот они вот прямо... Я красивая. Вот это вот. И мальчика там же, там мальчик один родился, так его уже и так, и сяк. Сейчас батарея уже даже села, что типа это... Ты наш дорогой. Это просто рекорд по говорению. Да, дорогая, не знаю, что с нами делать вообще? Ужас. Мы когда-нибудь с тобой в час ложимся, но хоть когда-нибудь. А хотя бы один разочек. Один разочек может быть... Наверное, неизлечимый, да. Из нас плохие блоги. Мы не профи, мы не профи. Всё вывалили, да, получается. Да ладно, мы-то ничего не вываливали, мы так понадкусывали. Да, потому что это только рассказ, это как бы как вовлечение в эту атмосферу, что её уж надо пережить. А что касается танцев, это надо много-много. Ну, просто что это вот, наверное, рассказ о том, что нам даёт Восток, что мы в нём ищем. Видишь, я, оказывается, женское ищу, я ищу энергию женское, где можно хотя бы... мы все заговорили, потому что я даже никогда об этом не думала. А я вот, конечно, с психологической точки зрения сразу поняла. Это какой-то такой общий дом. Но это вот и есть, знаешь, это и есть большая семья в большом его понимании, даже вот как страна даже. Не то, что там твой род только. Это как бы... Вот почему египтяне говорят, что они вот прям вот египтяне, мы не арабы. Абсолютно. А марокканцы говорят, мы марокканцы. Что-то такое большое, ты часть всего вот этого большого. Да, конечно. Ну, это по отношению к детям даже видно, да? То есть... Да, да. Кстати, почему я раньше не думала об этом никогда? И они гордятся, марокканцы, даже если они встретили кого-то за границей, то всё, это же... Ой, я там узнаю, там марокканка появилась. Или мы там загрузились в Air France, и там, судя по виду, марокканка была. Она только Махемну увидела, сразу... Вот окна подошла, такая... Марокканцы. У нас просто русский такой. Русский типа... Всё, я не буду говорить по-русски. Я вообще его не знаю. Вообще не знаю. Вообще не говорю. Именно так. А здесь это вот я сколько... Или там какой-то молодой человек тоже где-то был, марокканец. Божий такой джентльмен прямо... Ой, не могу прямо. И вот как бы вот этого... То, что не хватает, а мы этого хотим, получается. Прикольно. То есть у нас это, как сказать, это наша психотерапия. Видимо, такая вот получилась. На самом деле, ещё интересно, так вот через такие разговоры познавать вот Восток. Вот, знаешь, я бы ни за что не задумалась над тем, если бы мы с тобой не начали бы говорить, да? И сколько таких вот точек надо найти? Вот чем нас привлекает, да, Восток в большом его понимании? Что есть общего в Египте, в Марокко, в других странах, да? Да. Чего нет у нас? Вот чего нет? У нас вообще много чего нет, что есть у них. Да, мы просто... Просто бы бы такими стаями мы бы не летели в Восточный танец. Там что-то есть привлекательное для нас, что заключено уже в самом танце, возможно, даже без традиции, да? Поверхностный слой какой-то, но там гораздо... Традиции не бывают. Чего не бывает без традиции? Все, даже элементы вот восточного танца, они всё равно под традицией в любом случае. Вот интересно этот код раскрыть. Вот почему в Египте такие танцы, а в Марокко такие танцы? Это же всё равно часть чего, от чего-то, чего-то большего. Даже можно назвать это культурой или можно назвать характерами, я даже не знаю, как это назвать, понимаешь? Какие-то сакральные смыслы вот эти меня привлекают. Мне очень интересно познать это в глубину туда. Безусловно, конечно. Поэтому мы уже научились, тебе хочется раскрыть код, так сказать. Да, я хочу раскрыть код. Это если именно так это можно сказать, чтобы раз, и ты в этот код мог входить легко. То есть я же в понедельник у меня Хасани, а в среду у меня Хуара, а потом у меня ещё что-то. Это совершенно разные культуры. И ты как бы можешь это благодаря тому, что ты это изучал. Ну вот это круто, на мой взгляд. Ну лица были вот такие просто, что типа «Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королём». Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да. Типа такого была реакция, как бы, да, и теперь там «Привет тебе, Сахара, мы передаём». Или этот Альхаш пишет что-то. Вот ей надо ещё было вот танцевали, вот макияж, ну хорошо, но надо было ей синего, синего сюда, чтобы она вообще как мы была. сейчас грязная такая была, да. А зачем? А зачем? Ну, потому что это нила, краска, ну вот тут вот у меня синяя есть, это добывается там из определённого и камня, и растения. Мельхва настоящая, она синяя должна быть, она вот даёт синий цвет, это против загара одновременно, и лечебная, и в то же время как символ красоты. То есть очень часто синеватые такие руки, вот как напудренные, синий, и тут чуть-чуть синеватые, это старая-старая традиция. Почему синий? Ну, потому что, видимо, камень этот нашли просто, потому что, ну, в пустыне же всё под руку идёт, например, у них и губы должны быть чёрно-синие, такие, а, например, бергеров красный, потому что у них вот камень такой вот, этот красный должен быть. А чёрным зачем? Ну, так положено, может это солнцезащитное, что-то как бы. Надо узнать. Ну, тебе ж никто этого ответа не даст. Не даст, за хризарной вопрос. Почему чёрный? Традиция. 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 Ну и что? Почему традиция? Мне дальше интересно. Ну, вот почему, почему они-то. Ну, потому что берегли, что это загар, чтобы не сгореть ещё. Открыли, видимо, лечебные свойства, стали наносить в пустыне, да, а потом это перешло, возможно, вот в искусство, что это вот показатель того, что ты такая вот, хорошая сахра, и ты такая вот. Так же, как коль, да, то есть тоже лечебный, вот я говорю, вот это купила, вообще не растекается. Кохол. Кохол, да. Тоже у меня есть фотография, она его выковыривает из камня. И потом там, не знаю, в антисанитарии так. Ну, они так вставляются, да, вот так вставляют, вот раз так. Да, именно вот так. Это надо внутри делать. То есть там, там где сам глаз, не сверху красить, а как бы внутри, там что-то лечебная вещь. Да, да, да. Сначала красные, но вот когда привыкаешь, уже красоты не будет. То есть первое время, может быть, красноватые глаза, потом нормально. Ну, вот надо, да, привыкнуть. Поэтому там вот такие стандарты, да, получается, чтобы не сгореть на солнце, ну вот, и так далее. Поэтому, да. Ну всё, давай завершать. Ну, давай. Теперь уже точно. Давай. Я такого не слышала, чтобы эфиры такие длительные были. Но у нас, мы как и говорили, балладиток, это куда занесёт, и получается, что мы просто хотим общаться. А если кому-то это будет интересно третьим быть, то просто присоединяются к эфиру, и супер. Правильно? Потому что мы делаем это от души. Как тебе мои фаляхи-серёжки? Ну, хорошие, конечно, красота. Вот мы тут фаляхи готовим, это вот новые серёжки у нас теперь такие будут. Это новые, понятно. Это нужно показать, да, но раз новые, надо же как-то их показать. Ну, конечно, очень красивые. Совсем-то, вот так не будет видно, а вот здесь поближе, так все рассмотрят. Да-да-да. И на это что-то надо сказать, мне говорили, но они запомнили, это Барка, да парк Олег, типа, что спасибо, но чтобы не сглазили. Там же всё так. Там, наверное, тоже много магии, но... Конечно, конечно. А велье дема, значит, сейчас ещё на два часа. Да-да-да, поэтому пока про магию отложим. Вот. Ну, хорошо, поговорили про еду, надо выпить чаю, как в Сахаре, как же без чаю, я скучаю, поэтому пойдём. Вот, спасибо тебе за интерес, за вопросы. Было хорошо. Надо будет нам встретиться как-нибудь уже с другими, может быть, через недельку. Девочки, вы там говорите, если хотите почаще и поменьше. Минут. Да. Сегодня нас прорвало, уж просим простить. Да, тогда, в общем, если хотите через недельку, то это тоже можно организовать, потому что потом будут пуска, надо будет съездить, надо как-то вот... Ну, имеется одно дело, мы лично там потом, после эфира поговорим. Да, да. Хорошо, у нас большие планы, поэтому не отключайтесь. хорошо, ну, ладно. Всё, пока. Пока-пока. Малички. И всем, девочкам, пока-пока. До новых встреч.